Урок 161. Вы когда-нибудь отправлялись в приключения? Привет, Анна. Вы когда-нибудь отправлялись в приключения? Ах да, в моей жизни было немало приключений. А как же ты? Что ж, у меня никогда не было настоящих приключений, но я всегда хотела отправиться в них. Вам обязательно стоит отправиться в приключения. Это так весело и увлекательно. Но я даже не знаю, с чего начать. В какое приключение мне отправиться? Как насчет походного приключения? Вы можете исследовать природу и увидеть потрясающие виды. Хм, не знаю. Я не очень хорошо хожу в походы. А как насчет кулинарного приключения? Вы можете попробовать новые и экзотические блюда со всего мира. Теперь это больше похоже на это. Мне нравится пробовать новые блюда. Отлично. Или как насчет приключенческого путешествия? Вы можете исследовать разные города и посмотреть, что каждый из них может предложить. Звучит круто. Я всегда хотела отправиться в путешествие. Видите ли, есть так много разных приключений, в которые вы можете отправиться. Вам просто нужно найти тот, который подходит именно вам. Урок 162. Видели ли вы последний рекламный ролик этого нового продукта? Привет, Анна. Вы видели последний рекламный ролик этого нового продукта? Нет, у меня нет. В чем дело? Именно для этого нового продукта для волос, который обещает сделать ваши волосы более блестящими и гладкими. А мне это не очень нужно. Мои волосы уже довольно гладкие. Что ж, вам все равно стоит это проверить. Рекламный ролик забавный. В самом деле. Как так? В рекламном ролике изображена женщина с вьющимися волосами, идущая по улице, а все, кто проходит мимо, закрывают глаза и убегают. Ха-ха, звучит довольно забавно. А потом женщина пробует новое средство для волос, и вдруг ее волосы становятся гладкими и блестящими. И все, кто проходит мимо, дают ей пять и большие пальцы вверх. Это довольно умный способ рекламировать продукт для волос. Что ж, если ваши волосы станут такими же гладкими и блестящими, как в рекламных роликах, тогда рассчитывайте и на меня. Урок 163. Могу я спросить у вас совета? Привет, Анна. Могу я спросить у тебя совета? Конечно, по какому вопросу вам нужен совет? Что ж, я подумываю пригласить девушку, которая мне очень нравится, но я не уверена, что она думает так же. Хм, это может быть непросто. Вы пытались поговорить с ней и узнать ее получше. Да, мы говорили несколько раз, и я думаю, что у нас много общего. Что ж, тогда, похоже, тебе стоит просто пригласить ее на свидание. Худшее, что она может сказать, нет. Вы правы, мне просто нужно набраться смелости, чтобы сделать это. Именно так. И если она скажет, нет, значит, это не конец света. В море много другой рыбы. Спасибо за совет, Анна. Ты всегда знаешь, что сказать. Без проблем, Джон. Для этого и нужны друзья. Урок 164. Как вы думаете, наше настроение влияет на окружающих нас людей? Привет, Анна. Как ты думаешь, наше настроение может повлиять на окружающих нас людей? Определенно. Когда кто-то счастлив и позитивен, это действительно может украсить комнату. Да, и с другой стороны, плохое настроение может снизить энергию всей группы. Это так. Думаю, важно знать, как наши эмоции могут влиять на других. Согласовано. И вы знаете, как говорится, смех заразителен. Да, это определенно так. Всякий раз, когда я слышу, как кто-то смеется, я не могу сдержать смеха. Ха-ха, я тоже. Думаю, именно поэтому смешные фильмы и сериалы так популярны. Они действительно могут поднять настроение и улучшить самочувствие. Именно так. Удивительно, как сильно наши эмоции влияют на нас и окружающих. Так что давайте будем делиться позитивом и хорошим настроением, куда бы мы ни пошли. Абсолютно. Давайте станем причиной улыбки сегодня. XXX Урок 165. Вы видели цену нового iPhone. Привет, Анна. Вы видели цену нового iPhone. Нет, у меня нет. Сколько стоит? Это почти 1000 долларов. Вы можете в это поверить? Ух ты, это большие деньги. Не думаю, что смогу себе это позволить. Да, я тоже. Я имею в виду, у кого есть такие деньги, которые можно потратить на телефон. Думаю, богатые люди. Или люди, которые не против влезть в долги. Ха-ха, да. Не думаю, что готов влезать в долги только ради нового телефона. Я тоже. Я пока останусь со своим старым телефоном. Возможно, он и не самый новый и лучший, но он выполняет свою работу. Это хорошее замечание. Иногда нам приходится расставлять приоритеты в том, что мы можем себе позволить и что нам действительно нужно. Именно так. И кто знает, возможно, через несколько месяцев они выпустят более доступную версию нового iPhone. Да, или, может быть, мы выиграем в лотерею и сможем купить все дорогие телефоны, какие захотим. Ха-ха, мне нравятся твои мысли, Джон. XXX Урок 166. Вы чего-то боитесь. Анна, ты чего-нибудь боишься? Что ж, я боюсь пауков. От них у меня просто мурашки по коже. Пауки? Вот и все. Я боюсь высоты, клоунов и заблудиться в лесу. Го, это много опасений. Как вы вообще ведете себя в повседневной жизни? Это непросто, но я просто стараюсь избегать ситуаций, которые вызывают у меня страх. Например, я не занимаюсь банджи-джампингом и не смотрю фильмы ужасов. Это умно. Я пытаюсь сделать то же самое с пауками, но иногда они появляются неожиданно. Да, это самое худшее. Однажды я гулял по лесу, и мне по ноге полз паук. У меня чуть не случился сердечный приступ. О, нет, звучит ужасно. Я бы с криком выбежала из леса. Ха-ха, у меня почти получилось. Но мне удалось сохранить хладнокровие и убрать паука с ноги. Что ж, ты храбрее меня. Если бы это случилось со мной, я бы больше никогда не ступила в лес. Не волнуйся, Анна. Я защищу тебя от всех пауков в мире. Урок 167. Вы когда-нибудь думали об усыновлении домашнего питомца? Привет, Анна. Ты когда-нибудь думала об усыновлении домашнего питомца? На самом деле, у меня есть. Я подумываю о том, чтобы усыновить кошку. В самом деле. Я и не подозревал, что ты любитель кошек. Да, я всегда любила кошек. Они независимы и не требуют особого ухода, что идеально подходит для моего напряженного образа жизни. Вы имеете в виду, что вам просто нужно домашнее животное, которое будет оставлять вас в покое большую часть времени? Что-то в этом роде. А как же ты, Джон? Вы когда-нибудь думали об усыновлении домашнего питомца? Что ж, я уже думала об этом, но не уверена, что готова взять на себя ответственность. Это не так сложно, Джон. И подумайте, сколько радости может принести домашнее животное в вашу жизнь. Это правда. Может, начну с золотой рыбки или чего-то еще. Вы ведь знаете, что золотые рыбки требуют особого ухода, верно? А нет, во что я ввязался? Не волнуйся, Джон. Я помогу вам позаботиться о вашей золотой рыбке. Мы можем вместе стать родителями домашних животных. Урок 168. Вам когда-нибудь казалось, что быть взрослым переоценивают? Привет, Анна. Тебе когда-нибудь казалось, что быть взрослым переоценивают? Все время, Джон. Быть взрослым – это счета обязанностей, а не так много свободного времени. Именно так. Я скучаю по тем временам, когда труднее всего было принять решение о том, какой мультфильм смотреть в субботу утром. Я знаю, что вы имеете в виду, но быть взрослым также означает больше независимости и контроля над своей жизнью. Да, думаю, это правда. Но иногда мне кажется, что я все еще ребенок, притворяющийся взрослым. Поверь мне, Джон, мы все выясняем это по ходу дела. Никто из нас на самом деле не знает, что мы делаем. Это приятно слышать. Может быть, быть взрослым не так уж и плохо. И, по крайней мере, теперь мы можем съесть мороженое на завтрак, если захотим. Это хорошее замечание. Может быть, в конце концов, у взрослого человека есть свои преимущества. Урок 169. Какие у тебя планы на сегодня после работы? Привет, Анна. Какие у тебя планы на сегодня после работы? Что ж, Джон, я подумывал пойти в спортзал, чтобы потренироваться. А, вау, жаль, что у меня нет такой мотивации. Я просто собирался пойти домой и посмотреть несколько сериалов. Ха! Похоже, это тоже отличный способ расслабиться. Какие шоу вы планируете посмотреть? Думаю, я начну смотреть новое шоу «Игра кальмаров», о котором все только и говорили. Ах, да, я много слышала об этом. Но будь осторожен, Джон, ты можешь стать зависимым и забыть о реальном мире. Ха-ха, попробую себя контролировать. Возможно, я сделаю перерыв и пойду на прогулку, если все станет слишком интенсивно. Неплохая идея. Только не бродите, как один из участников Squid Game. Да, во время вечерней прогулки я постараюсь избежать смертельных испытаний. Урок 170. Как проходит день? Привет, Анна, как у тебя вечер? Все идет неплохо, Джон. Я только что закончил большой проект и теперь немного проголодался. Возможно, я пойду перекусить. А звучит как хорошая идея. На что вы настроены? Хм, я думаю о чем-нибудь милом. Может, шоколадный батончик или конфеты. Вы знаете, как говорят, минута на губах, целая жизнь на бедрах. А пожалуйста, Джон. Я не собираюсь набирать 10 фунтов, перекусив. Хорошо, хорошо. Только не плачь на меня, если завтра тебе не хватит штанов. Думаю, я рискну. Но привет, если я все же наберу вес, я просто обвиню тебя в том, что ты соблазнил меня своей нездоровой пищей. Справедливо, Анна. Во всем виноват сладкоежка. Урок 171. Что вы думаете о сегодняшней встрече? Привет, Анна. Что ты думаешь о сегодняшней встрече? Честно говоря, Джон, я просто рада, что все закончилось. Ближе к концу я начала немного нервничать. Да, здесь то же самое. Но вы знаете, что говорят, все хорошо, а кончается хорошо. Думаю, это один из способов взглянуть на это. Чем ты планируешь заняться сейчас, когда собрание закончилось? Ну, я подумывал побаловать себя чашечкой хорошего кофе. Может быть, даже вкусный латте. А звучит как отличная идея. Но не забывайте, что кофеин может сделать вас еще более беспокойным. Не волнуйся, Анна. Я могу выпить немного кофеина. Но если я начну отскакивать от стен, то обязательно свалю вину на тебя. Эй, кофе пью не я. Но, конечно, винить в этом невинного прохожего. Хорошо, хорошо. Я возьму на себя ответственность за свое нервное поведение. Но согласитесь, чашка хорошего кофе стоит того, чтобы рискнуть. Урок 172. Вы заметили, что мы с каждым годом стареем? Привет, Анна. Ты заметила, что мы стареем с каждым годом? Ах, да, мне кажется, что я старею со скоростью света. Как будто мы застряли в бесконечном цикле дней рождения. И морщины. Не забывайте о морщинах. Ух, даже не напоминайте мне. Клянусь, сегодня утром я нашла новую. Ну, по крайней мере, мы не одиноки. Все стареют. Да, но некоторые люди, кажется, стареют более изящно, чем другие. Верно, но я думаю, что нам следует принять наш возраст и весь связанный с ним опыт. Это хороший настрой. И привет, теперь мы всегда можем использовать оправдание «возраст», а затем «красота». Ха, никогда об этом не думала. Я не забуду его использовать. Урок 173. Вы когда-нибудь были против чего-то столь решительно? Анна, вы когда-нибудь были против чего-то настолько сильно, что борьба с этим становится вашей жизненной миссией? Ах да, я там бывал. Как и в тот раз, я была против ананаса в пицце. В самом деле. Обожаю ананас в пицце. Тьфу, ты один из таких людей. Простите, Джон, мы больше не можем дружить. Что? Это нелепо. Мы можем согласиться с разногласиями по поводу начинок для пиццы. Шучу, Джон. А если серьезно, я всегда буду против ананаса в пицце. Что ж, я против пауков. От них у меня мурашки по коже. Ах да, я тоже против пауков. Но что вы собираетесь делать? Они просто часть природы. Верно, но я всегда буду готова с обувью или свернутым журналом бороться с ними в случае необходимости. Ха-ха, я просто представляю, как ты сражаешься с пауком с помощью свернутого журнала. Ты словно супергерой, сражающийся против сил зла. Эй, я очень серьезно отношусь к своей миссии по борьбе с пауками. Урок 174. Вам когда-нибудь кажется, что вы стареете? Анна, тебе когда-нибудь казалось, что ты стареешь? Конечно, нет, Джон. Возраст – это просто цифра. Важно то, как вы себя чувствуете внутри. Это хорошее замечание. Но иногда мне кажется, что мое тело меня предает. Как так? Ну, раньше я могла веселиться всю ночь, а на следующий день рано вставать на работу. Итак, однажды поздно вечером, я буду бесполезен на целую неделю. Ах да, я понимаю, что ты имеешь в виду. Но не волнуйся, Джон. Это случается с лучшими из нас. Спасибо, Анна. Просто иногда мне кажется, что я уже не так молода, как раньше. Что ж, возраст – это просто состояние души. Вы все еще можете быть молоды душой, независимо от того, сколько вам лет. Это правда. Но иногда мне кажется, что у меня заканчивается время, чтобы делать все, что я хочу. Чепуха, Джон. Никогда не поздно пробовать что-то новое или преследовать свои мечты. Возраст – это просто цифра, помните. Ты права, Анна. Спасибо, что напомнили мне, что возраст – это просто состояние души. Урок 175. Вы когда-нибудь думали о создании собственного агентства? Привет, Анна. Ты когда-нибудь думала о создании собственного агентства? На самом деле, у меня есть. Я подумывала о создании агентства цифрового маркетинга. Это круто. Как бы вы это назвали? Хм, я еще не особо об этом думала. Может быть, что-то вроде агентства Pixel Perfect. Приятно. Мне нравится. С какими клиентами вы хотели бы работать? Думаю, я бы сосредоточился на работе с малыми предприятиями и стартапами. Именно им действительно нужна помощь в обеспечении присутствия в интернете. Отличная идея. И вы можете стать своим собственным боссом и работать из любой точки мира. Именно так. Это мечта. Эй, возможно, я смогу стать вашим первым клиентом. Мне бы не помешала помощь в моем присутствии в социальных сетях. Ха. Конечно, Джон. Но сначала позвольте мне основать агентство. Верно, верно. Детали, подробности. А если серьезно, думаю, у тебя все получится. Спасибо, Джон. Это многое значит для вас. Урок 176. Много ли у вас сегодня на повестке дня? Анна, у тебя сегодня много дел на повестке дня. Ах да, мой список дел длиной в милю. Я даже не знаю, с чего начать. Мне знакомо это чувство. Сегодня у меня так много дел, что у меня даже нет времени остановиться и подумать. Вот почему я всегда расставляю приоритеты в своих задачах. Сначала я обязательно займусь самыми важными из них. Это хорошая стратегия. Возможно, мне стоит попробовать это. Тебе определенно стоит это сделать. В противном случае вы просто будете ошеломлены и ничего не добьетесь. Да, я не хочу быть тем человеком, у которого всегда миллион дел, но он ничего не делает. Поверьте, мне знакомо это чувство. Но немного организовав и расставив приоритеты, вы сможете добиться чего угодно. Спасибо, Анна. У тебя всегда есть отличный совет. Для этого и нужны друзья, Джон. Теперь давайте начнем с этого списка дел. Урок 177. Попадали ли вы когда-нибудь в очень агрессивную ситуацию? Анна, вы когда-нибудь попадали в очень агрессивную ситуацию? Ах да, однажды я поссорился с торговым автоматом. Подождите, что? Как ввязаться в драку с торговым автоматом? Это украло мои деньги. Я положил монеты и нажал кнопку, чтобы открыть шоколадный батончик, но оно так и не вышло. А ненавижу, когда такое случается. Но как вы сопротивлялись? Я начал трясти машину, а затем попробовал ее ударить ногой. Но из-за этого батончик просто выпал и ударил меня по лицу. Думаю, торговый автомат выиграл этот раунд. Да, я усвоила урок. Не стоит проявлять агрессию из-за шоколадного батончика. Это правда. Но иногда мы ничего не можем поделать. Например, когда тебя подрезают в пробке. А даже не заставляете меня начинать с плохих водителей. Вот тогда и проявляется моя агрессивная сторона. Да, я понимаю, что ты имеешь в виду. Но мы не должны забывать сохранять спокойствие и не позволять эмоциям взять верх над нами. Ты прав, Джон. Мы всегда должны стараться быть большими людьми, даже в агрессивных ситуациях. Урок 178. Вы знаете, сколько мне лет? Привет, Анна. Ты знаешь, сколько мне лет? Хм, позвольте мне догадаться. Похоже, тебе чуть больше 30. Нет, угадай еще раз. А мне очень жаль. Я не очень хорошо умею угадывать возраст. Тогда сколько тебе лет? На самом деле мне 38 лет. Ух ты, ты старше, чем я думала. Но не волнуйтесь, возраст – это просто число. Это правда. К тому же в душе я все еще чувствую себя ребенком. Да, я тоже. Иногда я забываю, сколько мне лет, пока не вижу морщины в зеркале. Ха-ха, не беспокойся об этих морщинах, Анна. Ты по-прежнему отлично выглядишь. Спасибо, Джон. Ты сам не так уж плохо, старик. Эй, давайте не будем использовать это слово. Как насчет того, чтобы вместо этого сказать «опытный»? А ты опытная женщина, Анна. Видите ли, звучит не так уж плохо, если так выразиться. Согласовано. В конце концов, возраст – это просто число. Урок 179. Вы когда-нибудь задумывались, каким будет будущее? Привет, Анна. Вы когда-нибудь задумывались, каким будет будущее? Конечно, кто этого не сделал. Бьюсь об заклад, у всех нас будут летающие машины и роботы дворецкие. Ха-ха, да, это было бы круто. Но у меня есть ощущение, что будущее будет больше сосредоточено на устойчивом развитии и экологичности. Что ж, это не так увлекательно, но, думаю, важно. Возможно, вместо автомобилей у всех нас будут ховерборды на солнечных батареях. А мне нравится эта идея. И, возможно, у нас появятся телепорты, чтобы мы могли мгновенно путешествовать в любую точку мира. Да, или, может быть, мы все будем жить в подводных городах, как в фильме «Бездна». А я не знаю, хочу ли я жить под водой. Думаю, я бы предпочла жить на Марсе. Марс. Вы имеете в виду Мэтта Дэймона в «Марсианине». Именно так. Я стану первым марсианским фермером, выращивающим картофель в собственных фекалиях. Ха-ха, отвратительно. Но я был бы не против стать космическим исследователем, открывать новые планеты и знакомиться с инопланетными формами жизни. Это было бы потрясающе. Но давайте не будем забывать, что в первую очередь мы должны позаботиться о своей планете. Да, вы правы. Мы должны работать вместе, чтобы обеспечить светлое и устойчивое будущее для всех. Абсолютно. И кто знает, какие еще крутые и безумные вещи ждет нас в будущем. Нам просто нужно подождать и посмотреть. Урок 180. Бывали ли вы в парке в последнее время? Привет, Анна. Ты в последнее время бывала в парке? Нет, у меня нет. Почему? Они наконец установили эту гигантскую горку. Ха-ха, пока нет. Но они установили новый комплект качелей. Это так круто. Комплект качелей. Вот и все. Что в этом крутого? Что ж, это не просто набор качелей. Эти сидения крутятся как сумасшедшие. А понятно. Вы просто хотите, чтобы у вас закружилась голова и вы упали. Эй, все дело в острых ощущениях от поездки. Тебе стоит попробовать со мной. Не знаю, я не хочу ставить себя в неловкое положение, упав. А, да ладно. Это просто небольшие качели. Что может пойти не так? Последние слова знаменитых людей. Но хорошо, попробую. Я не даю никаких обещаний. Но если я все же упаду, вам лучше поймать меня. Не волнуйся, я тебя тут же поймаю. И если мы оба упадем, то, по крайней мере, упадем вместе. Ха-ха, это правда. С другом всегда веселее влюбиться. Именно так. Итак, давайте повеселимся и посмотрим, кто может вращаться быстрее. Ты на связи. Но предупреждаю вас, у меня есть секретное оружие, я могу шевелить ушами, пока качаюсь. Спасибо. Добро пожаловать, подпишитесь на наш канал. Кроме того, мы поддерживаем несколько языков из других наших каналов.